Приветствую вас! Знаете, аноним, то, что я могу вам сказать совершенно точно и совершенно очевидно, это то, что человек, спрашивая о том, будете ли вы, значит, скучать, да, человек, скорее, не уверен в себе, чем это проявление того, что вы ему дороги. То есть, может быть, может быть, может быть, может быть, вы ему не безразлично. Вот, может быть. Но, ситуация следующая, что не безразличие к кому-либо, это еще не означает того факта, что вы ему именно дороги. Вот. И именно дороги ему так, как вот вам, к примеру, этого хочется. Потому что, ну, мы на самом деле, да, мы не знаем, мы не знаем, как обстоят дела на самом деле, да. То есть, мы не знаем, что действительно чувствует к вам мужчина, а информации никакой у нас, да, подтверждения нет. Я совершенно точно могу сказать, что мужчина, который спрашивает такие вещи, он сомневается. Он может сомневаться в себе, что достоин, например, того, что, чтобы вы его ждали. Он может сомневаться в вас, что вы можете его ждать, там, и так далее. Он может сомневаться в том, что он делает, и ему нужна поддержка, да, и так далее. То есть, это сомнения. Это сомнения. Вот с точки зрения психологии, да, подобные вопросы отношают именно сомнения. В принципе, больше, наверное, как бы сказать нечего, да. То есть, именно вот по, значит, ну, по данному аспекту, именно вот, больше сказать, наверное, нечего. Дальше. Значит, другое дело, другое дело, что вы хотите, значит, отношений, судя по всему, с этим человеком. И, хотя, отношений с этим человеком вы не проявляете себя, ну, судя по всему, да, вы не проявляете себя в полной мере. Вот. То есть, опять же, я не уверен, что это так. Да, я не уверен, что это так. Но, возможно, возможно, это так. Знаете, такая история. Поэтому, тут вопрос к вам несколько, да, вот, если он, допустим, мужчина вам нравится, и вы, к примеру, ну, хотите быть с ним, допустим, то, как, как, как вы это проявляете? Вы обращаете внимание на жесты, вы обращаете внимание на какие-то, значит, взгляды, но это в реальной, практичной, практической жизни это мало полезно, мало дает пользы. И говорит о том, что вы, скорее всего, склонны, ну, что-то идеализировать, вы склонны, ну, к фантазиям, к примеру. Ну, вот. Не сказать, чтобы это, прям, совсем плохо, но данные аспекты не должны влиять на ваши отношения, которые вы выстраиваете, значит, с мужчинами своими. Вот. Поэтому, мне, мне, ко мне думается, вот, что, так, мне думается, что, так, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Да? Вот. То есть, вы, конечно, его не спрашивали об этом, но, как бы так. Дальше, значит, друг уезжает на полгода в командировку. Ну, соответственно, да, если это друг, то о каких отношениях вообще тогда идёт речь, да, то есть, о каких, о какой сентазии идёт речь. То есть, судя по всему, он не уверен в себе, вы в себе тоже, тоже не уверены. Как бы. Вот. А, и если вы в себе не уверены, то работать нужно именно с этим, работать нужно именно с этим, значит, с тем, что вы в себе не уверены. В первую очередь. И только потом уже, только потом уже смотреть на мужчину, да, только потом уже думать о нём. К примеру. Да? Вот. Вот. То есть, мне это, ну, вот, мне видится, мне видится такой ситуация, да, мне видится такой история. Вот. То есть, непонятно, почему у вас с другом такие отношения, которые друг ваш. Дальше. А, значит, третий замечал его симпатию ко мне и как реагировали на неё. Спросил меня, буду ли я его ждать. Я ответил, что буду. Сказал, что буду скучать. Я помолчил и ответил, что тоже будет скучать. Я понабрела. Ему в глаза правда. Он ответил честно, правда. То есть, ну, вот, знаете, да, это вот неуверенность двух людей по сути дела. Но, поймите правильно, поймите правильно, да, вы ему, скорее всего, не безразлично. Вот. Вы ему, скорее всего, не безразлично. А, вот. Но, безразличие, безразличие, не безразличие, точнее, и симпатия, да, дороговизна человека, очень разные вещи. Поэтому, если вы ему не безразличны, это, скорее всего, так. Нужно понять, что представляет из себя это самое не безразличие. Кроме концов, если бы человек, ну, имел бы к вам какие-то серьёзные чувства, да, он бы, наверное, ну, наверное, скорее всего, да, он бы их уже, наверное, проявил бы довольно. А так он этого не сделал и, соответственно, уезжает теперь в командировку. То есть, здесь может быть и использование вас. Ну, вот, как мне видится, да, всё, здесь человек может даже вас использовать. Вот. Конечно, он это делать может не специально, да, то есть, конечно, он может не специально вас использовать. Вот, конечно, он может делать это не нарочно, не замечая этого, вот, но он может это делать, он может вас использовать. И данный аспект исключать нельзя полностью и целиком из, значит, того, что происходит сейчас. Дальше, значит, ну, в принципе, дальше-дальше-то особо и нет, да, то есть, как бы, нечего сказать, чтобы дальше. Вот, коротенький, коротенький очень вопрос получился у вас, вот, очень коротенький получился вопрос. На самом деле, вот, я бы даже сказал, что жаль, что такой короткий вопрос. Вот, хотелось бы, наверное, всё-таки побольше информации о вас получить, но что есть, то есть. Работаем с этим, да, вот. То есть, надеюсь, что смысл, смысл того, что я хотел до вас донести, вы уловили, да, то есть, что человек к вам действительно небезразличен. Но небезразличие и симпатия это разные вещи. Поэтому не думайте, что если вы человеку небезразличны, то это означает, что у него к вам симпатия. Это вполне может быть простая потребность, вот, например, в такую вот, в такую, в такого рода, ну, поддержки, например. И всё. И дальше человек делать ничего не будет. А может быть он и хотел бы, может быть он и хотел бы. Да только вот беда, что его неуверенность в себе, да, она не позволяет ему это сделать. Это, конечно, очень, очень плохо, скажем, очень печально, но что поделать. И здесь уже вопрос заключается в том, будете ли вы человека ждать, да. Просто вот вы, допустим, полгода будете его, к примеру, ждать. А что дальше? Что дальше? Полгода, вот, вы будете его ждать. И он приедет через полгода, а вдруг всё будет так же. И как, как и было. И кроме разочарования, вы больше ничего не испытаете, да. То здесь нужно заботиться о себе ещё. Ну, поэтому, поэтому, именно здесь, ну, рекомендацию я бы, наверное, дал вам, знаете, ещё какую, какую, что вот, он уедет, да, он уедет. Когда вы с ним попробуете повзаимодействовать, да, вы с ним попробуете пообщаться, да, вы с ним попробуете, ну, выйти на сближение, как бы. Вот. Ага. И посмотрите, он готов вообще идти на сближение с вами или нет? Потому что, если он готов идти на сближение с вами, то имеет смысл его ждать. Ага. Если не готов идти на сближение, то ждать смысла вообще не имеет. Кроме того, не совсем понятно, опять же, ждать чего. Кого ждать? То есть, его как друга ждать? Ну, как друга, я уверен, вы его так и так будете ждать. Вот. А для того, например, чтобы ждать его как мужчину, да, ну, нужны какие-то активные действия с его стороны. Вот. Нужна хотя бы какая-то вот, ну, готовность, что ли, его, значит, к... Взаимодействую с вами. Ну, потому что, если этой готовности нет, не имеет смысла, не имеет смысла человека ждать. Понимаете, какая штука, какая штука. Поэтому вот он сейчас уедет, вот он сейчас уедет. А вы обязательно, когда он уедет, вы обязательно с ним выйдете на контакт. Вот. И я думаю, что это будет уже, уже гораздо лучше. Вот. Это уже будет гораздо лучше. Именно для вас в этой ситуации нужно думать о себе. о своем будущем, о том, что вы, как бы, тратите на человека, условно, свою жизнь, да. Вот. И ради чего и почему вы готовы это сделать. Просто ради симпатии, которую вы видели. Ну, это, это не то, чтобы, не то, чтобы странно. Это, не странно, это, скорее, рискованно для нас, опасно. Потому что отношения рискуют перейти в такую вот форму, с форму, да. форму, форму, форму иллюзии, я бы сказал. Понимаете? Вот. И никому хорошо от этого не будет. Вам не будет точно от этого хорошо. Вот. Вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Заранее прошу прощения, если вам что-то не понравилось. Старался максимально полно раскрыть ваш вопрос. Потому что все-таки нужно дать платный вопрос. И понимаю, что хочется максимум обратной связи. И рассказал бы больше, если бы вы больше дали информацию о себе и о молодом человеке. Вот. Но поскольку ничего такого нет, то, соответственно, дабы не подсословить, да, больше, наверное, ничего говорить не буду. Вот. Хочу вам пожелать, наверное, только того, чтобы вы ориентировались на себя в этой ситуации. Чтобы вы ориентировались на себя, чтобы вы больше прислушивались к себе и делали именно то, что хочется вам, а не то, что, например, хочет обратно другой человек. Вот. Вот вы готовы, к примеру, были сказать ему, что вы будете его ждать. Хорошо. Но если вам его ждать, например, перехочется, или если вы встретите кого-то более достойного, по вашему мнению, то так ему об этом и сказать. Так и сказать ему, что прости, но я больше себя ждать не хочу. Это будет неприятно, конечно, но, по крайней мере, это будет честно и, по крайней мере, у вас будет искренность в отношениях, какими бы они ни были. Вот. И дружбу, если она все-таки действительно над вами есть, дружба, вы сможете с мужчиной сохранить друга, вы не потеряете. В случае же, если вы будете на себя как-то вот давить, будете себя приезжать, будете себя подавлять, то в этом случае вы будете чувствовать себя хуже. Вот. И отношения приобретут очень такой болезненный отстенок, вот, что приведет к конфликтам. Ну, в той или иной степени, в той или иной степени придет конфликтам. Вот. На этом, в принципе, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, я буду рад на них ответить. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.